Для многих врачей и учёных с ним происходит такое, о чём даже родные стесняются говорить. Ночью у меня больше позывы к кровоте начинаются, поэтому вот эту воду пью постоянно ночью. Ему стало плохо, просто на ровном месте, и ему начало тошнить. Чтобы остаться в живых, Николаю приходится обкладывать себя десятками литров воды и без остановки пить, чтобы выжить до утра. Иногда доходит до 40, до 50 литров. Но ведь ещё 9 лет назад он был абсолютно здоровым мужчиной. Что же произошло с ним? Мы разгадали эту тайну. И сегодня впервые за многие-многие годы родители Николая узнают ответ на вопрос, что же происходит с их сыном. Мы подключили самых опытных врачей, учёных, психологов, и уже знаем, почему парня едва не затошнило до смерти. Тема нашей сегодняшней программы – «Вырванные годы». Это говорит Украина здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. К нам сегодня пришёл отец Николая. Он уверен, что его сына нужно немедленно спасать. Давайте поддержим отца Николая. Пан Николай, скажите, пожалуйста, что происходит с вашим сыном? Мы сами все в отчаянии. Мы не знаем, что с ним происходит. То есть вы все эти годы живёте в абсолютном неведении? Да. Внимание на экран. Микола разом із дружиною Наталією живе у місті Костянтинівка, що на Донеччині. У шлюбі вони вже 35 років. До України переїхали, коли їхньому синові Миколі було лише три рочки. Доти працювали в Сибіру, чоловік машиністом, а жінка лаборантом. Условий там таких не было, как здесь. Жену привёз сюда рожать. Жена родилась здесь. Родил, через месяц мы уехали назад в Сибирь. Тепер Микола та його дружина на пенсії. Їхньому синові вже 30. Він живе окремо, неподалік від батьків. Також є у нас троє внуків. Ми з ними займаємося, звісно, нічим любими. Дев'ять років тому син Микола пішов прогулятися з племінником. Аж раптом відчув різкий біль і нудоту. Чоловікові стало настільки зле, що він ледве дійшов до свого будинку. Коли рідні побачили, в якому стані Микола, одразу кинулися викликати швидку. Так що ж тоді відбувалося з вашим сином? Що у нього збувалося там внутрі і чому його стало тошнити? Вони гуляли з племінником. Дивіться, що доді йде, що доді, що мені плошо. Зразу видно, що цість лиця змінювалася. Тобто він побледнений якось? Дякую. Коли що то кушував. Дякую, ми, з Богданом пішові купили, тільки пішові покушали. А Богданчик – це племінник. Дякую. Ми ж не знаємо, чим, як лечити. Ну а йому тошні, тошні, всогнувся. Так. Ви зразу вызвали скору? Да, звали скору і поміч. Скорая помощь приїхала. Ну так, посмотрела. Забрали в інфекційній отделі. Неделю він там пробував. Капель за там ставили. Ну, уколи. Так. Вроде попустило все. Направили в кардиологію. В кардиологію проверили. Руками розводить. Все нормально. Нічого такого нет. Через місяць, Опять вот у нього аппетит пропадает. Он дня два не кушает, ничего. Лежит. А потім починається опять тошнота. Он починається пить воду. Рвота. То есть, тогда пройдений курс лечения в больнице, он не помог? Не помог. А вот скажите, пожалуйста, после первого этого случая, после первого приступа, Когда начались эти повторения? Через місяць у нього начинається повторення. Ага. И это происходит как часто? Тут ежемесячно. А, то есть, каждый месяц эти приступы? Вот приступ прошел, он ничего ж не кушает, ничего, где-то неделю. Потом начинает вроде только, там, чай даем, там, жидкое, что-нибудь такое, начинает кушать. То есть, где-то еще дней пять, опять начинает жить полноценной жизнью. Все кушает, все нормально. Через месяц где-то опять у него такая же. То есть, получается, что приступ длится неделю? Да. И это всегда так, закономерность каждый месяц? Закономерно. И в течение недели? И сколько лет это продолжается? Девять лет. То есть, Николаеву ведь тридцать, да? Тридцать. Тридцать лет. То есть, получается, что первый приступ где-то в 21 год. Да. И все эти девять лет врачи не могут найти ответ. Мы подключили самых опытных специалистов, врачей, ученых, для того, чтобы понять, что произошло с нашим главным героем. И мы знаем уже главную причину. И сегодня они в этой студии сообщим. Пан Микола, опишите, пожалуйста, поподробнее, что происходит с вашим сыном во время этих приступов. Пропадает сон сначала. Перестает спать? Спать перестает. Так. Вот кушать перестает. Угу. День-два. Вот у него такое. А что-то болит у сына при этом? Ничего не болит. Через два дня у него тошнота начинает. Угу. Ну и, видать, жажда. Вот он бутыль берет, обставляется, начинает пить. Выпьет рвота. Слабый и ничего не может делать? Ничего, ничего. Лежит и все. Даже с кровати Николай не может встать? Не может встать. Да, я постоянно вот в это время, ну, считаю на руках. А куда вы носите на руках? В туалет, в туалет, да? В туалет, в туалет, да. Ужасно, конечно. Скажите, и сколько воды выпивает, правда, 50 литров? Да. 40-50 за ночь. Это очень много. Это очень много. Это потому, что он хочет пить, просто у него жажда такая или как? Ну да, жажда. А с телом что происходит? Вот у него отекают ноги. Во время приступов? Да. И, ну, болит спина, шея, затылок, вот, вот, ломит. Выходит, что в среднем нормальной жизни-то у него только месяц? Да. Ну, и вы уже вымотаны? Ну, мы родители, надо же спасать сына. Да. Мы знаем причины странной болезни, которая уже 9 лет мучает нашего сегодняшнего главного героя. Кто мог доводить мужчину до такого состояния? И почему родственники полагают, что Николая может травить родной человек? Ты лежал вообще без сознания. Мы стали ждать, что будет в полнолунии. Это какое-то психологическое расстройство. Эпилепсия, что ли? Тут какая-то, наверное, аномалия. То, что Николай был тогда при смерти? Расскажите, пожалуйста, а ваш сын может работать? Он вообще работает? Нет. Именно поэтому он не работает? Ну, а кто и держать его на работе не будет, и ну куда? Что ж он? Как давно он без работы? Все эти 9 лет? 5 лет без работы. А семья есть? Да. Жена, внук. Ну, жена вот 3 месяца как ушла. Бросила его? Ну, считайте, что так. Ага. Это и по этой причине бросила? Может, надоело, тоже не знаю. И, а сыну сколько лет? Вашему внуку? 9. 9 лет. Он с мамой там стал жить? Мама взобрала его, да? А как невестка ваша вообще реагировала на то, что вот такое происходило с ее мужем, с вашим сыном? Что невестка вообще? Как-то помогала она своему мужу? Ну, конечно. Каким образом она ему помогала? Она все время была с ним. Вы говорите, что вы его носите на руках, значит, а где была жена? Ну, во-первых, она работает. Я на пенсии. Уже когда начинается, я с ним нахожусь. Далее вы узнаете, что обнаружила мама Николая, когда решила отмечать приступы сына в календаре. Какую закономерность она выявила. Как эта болезнь, загадочная, таинственная болезнь, может быть действительно связана с бывшей женой Николая. Ну, и почему врачи однажды приняли Николая за мертвого мужчину. Наша следующая героиня знает, что доводит Николая до такого жуткого состояния. Пожалуйста, встречайте маму нашего главного героя Наталью. Осторожно, помякали. Вот здесь вот, вот, опаньки, вот, давайте мне ручку у вас. Пойдемте. Здравствуйте, Леша, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Осторожно, вот сейчас здесь. Опа, вот, отлично. Так, и теперь поворачиваемся, и ступенечка вверх. Ступенечка. Вот, ножку, ага. Поворачивайте, пожалуйста. Спасибо. Паня Наталья, как вы считаете, что является настоящей причиной болезни вашего сына? Во-первых, это все происходит именно на полнолунии. Каждый месяц это на полнолунии. Внимание на экран. Наталья 55, и уже 7 лет, как она ничего не видит. Женка хвора на цукровый диабет. Ей не можно нервоваться. Но через хворобу сына она постоянно перебывает в стрессе. Именно поэтому, вважает Наталья, она и потеряла зир. За эти 9 лет у меня начал прогрессировать полностью диабет. Я ослепла, я пережила инфаркт, у меня был микроинсульт. У меня вся правая сторона дергается, нервный тик. Коли у Миколи напад, Наталя, как и батько, завжди поруч с ним. И хоть Лео в участку доги добирая на себя человек, Женка, однако, намагается теж чимось допомогти. Ежемесячно я смотрю на своего ребенка, как он медленно-медленно умирает. Я не могу, и никто не может ему ничем помочь. Коли у сына стався первый напад, Наталя, как и все остальные, Гадала, что это обычное отруяння. Но напады стали повторяться. Женка начала отмечать их периодичность в календаре И пометила дивную закономерность. Вы начали просто следить за этими датами, составлять график приступов? Да, потому что первые полгода мы это ничем не связывали. Но когда это стало проявляться в определенные дни, то есть, ну, допустим, с перерывом 28-32 дня, я допускала, может быть, это какие-то гельвинты. Мы протравили все, что только могли. Когда вы в первый раз все-таки заметили, что это происходит в полнолунии? Ну, наверное, может быть, через полгода, может быть, месяцев через восемь. Вот так. Когда это уже, ну, знаете, когда это раз, это случайность, когда два, это статистика, когда это несколько раз, это уже закономерность. Вот поэтому тогда мы уже начали замечать. Мы взяли календарь и просто мы стали ждать, что будет в полнолунии. И повторилось. Конечно. Неужели не было исключений каких-то, чтобы вот это происходило не на полную Луну? Были. За эти девять лет были. Может быть, раз пять, шесть. У нас были исключения на новую Луну. И вы теперь уже знаете конкретную дату, когда это должно начаться, и идете в аптеку запасаться лекарствами? Да. Это все, все эти лекарства, это все методом тыка. Нам никто ничего не прописывал. То есть мы можем подколоть ему димедрол, чтобы он спал, чтобы он ничего не видел, никого не слышал. Все, димедрол. Потом мы ставим ему постоянно капельницы. И это вы сами все придумали, все эти лекарства? Ну, конечно. Применение. Ребенок же просит помощи. Ну, то есть врачи вообще ничего не рекомендовали? Ну, нет. Паня Наталья, скажите, а как вы полагаете, почему именно полная Луна так действует на вашего сына? На состояние вашего сына? Какая ваша версия? Ну, в школе и моря, и океаны, и приливы, и отливы связаны с новой, с полной Луной. Вообще с Луной. Возможно, если человек состоит на какой-то процент из воды, возможно, у него что-то поднимается. Что-то же его беспокоит, что-то заставляет его выпивать столько воды и все это выплескивать обратно. Послушайте, вот еще одна загадка. Значит, раз в месяц... Да, вот такое ощущение, что раз в месяц, это когда просто ходят к ведьмам, делают какие-то, я не знаю, какие-то порубки или еще чего-то. Потому что, в принципе, 7 лет назад у матери Николая произошел тоже случай такой, состояние здоровья и все остальное. То есть тут какая-то, наверное, аномалия в плане того, что кто-то ходит, либо новый месяц, либо старый месяц. То есть вы видите в этом мистику? Я думала, что без этого не обошлось. Артур. Вы знаете, я сначала подумал, что он просто симулянт. А потом я подумал, что это какое-то психологическое расстройство. А сейчас вот я склоняюсь к той мысли, как жили вообще супруг со своей женой? Ну, ваш сын со своей женой. Все ли у них хорошо? Потому что прозвучало, что сыну 9 лет. То есть это 9 лет тому назад у него началось, и 9 лет сыну. Да, опять смотрите, какое совпадение. Как это все произошло, как он относится к ребенку, какие у них отношения. Вообще любили ли они? Как вот они, кстати, познакомились? Они оба учились в техникуме. Так. Невестка училась на экономиста, финансиста, а Николай учился на электрика. Ага. И там они познакомились. Невестке было в то время 17 лет, ему 18. Ага. И сколько они дружили, прежде чем ребенок появился? Они дружили 2 года. Угу. И поженились в апреле месяце 2006 года. А скажите, пожалуйста, она... В августе месяце родился наш сын. Они поженились уже, когда она была беременна? Да, да. Ну да. Вы знаете, у мужчины, когда ему говорят, что у тебя будет ребенок, многие могут реагировать по-разному. У него может появиться страх. Страх может вызывать рвоту. В основном, как правило, у мужчины происходит страх сначала. Да, он не знает, что делать. Рвота – это отрицание, это желание, это непринятие чего-то нового в своей жизни. Потом, возвращаясь к тому, что вы говорите, что один раз у него такое проявилось, а в фазе Луны оно более психологически обостряется все. Второй раз. А потом это пришло в хроническую постоянство, и он просто привык к этому. Организм привык раз в месяц себя освобождать каким-то образом с помощью этих рвот. Луна – это не причина, это катализатор. Это как увеличительная линза, которая обостряет уже имеющиеся физические, психологические проблемы. Поэтому, если у человека внутри сидит какая-то закапсулированная травма, какая-то проблема, луна – просто лунный цикл, он может это обострять. Существует официальная статистика того всего, что происходит на полноунии. На полноунии увеличивается количество самоубийств, самое большое количество, самое большое количество аварий, и вообще люди отмечают, что они чувствуют беспокойство. Даже здоровые люди могут плохо спать. Раздражительность. Раздражительность. То есть это все есть, и это подтверждают даже здоровые люди. Мы тоже пытались разобраться, может ли луна так сильно влиять на людей. Давайте обратим внимание на экран и разберемся по поводу луны. Багато учених переконуют, что полный месяц мает великий вплив на здоровье и психику человека. В интернете можно найти целые форумы, где люди скаржаться на полный месяц. «У меня начинается дикий головный боль, болит по три дни, аж до нудоти. В інший час ничего такого не происходит», – пише женщина. 20 лет назад в Самаре было схоплено маньяка-милиционера, который убил людей исключительно на полный месяц. Он болел на шизофрению, и именно в этой фазе месяца недуга загострировалась. Маша, тошнота. Тошнота – это тоже просто симптом, физический симптом, который может быть вызван теми психическими травмами, которые есть у человека. Кроме того, я построила натальную карту нашего героя, и я могу объяснить, почему именно у него это происходит, почему именно тошнота. Что это за карта натальная, вы сказали? Да. Что это за карта такая? Натальная карта – это гороскоп, личный гороскоп человека, который строится по дате, времени и городу рождения. Я увидела, во-первых, возбудимую психику, потому что у нас в соединении с Ураном в 12-м доме – это человек с очень возбудимой психикой. На него очень влияет все то, что происходит вокруг. Он это принимает близко к сердцу. Во-вторых, он родился в 9-й лунный день. Символ этого дня – это летучая мышь. И 9-й лунный день – один из симптомов влияния на рожденных – это люди, у которых проблемы с пищеварением, у которых могут быть периодически проблемы с желудком и даже с усвоением пищи. Итак, приступы, которые не дают нашему главному герою жить, проявляются только в полнолунии. Об этом рассказала мама Николая. Но действительно ли луна заставляет молодого мужчину корчиться от боли? Или, может быть, кто-то намеренно пытается его убить? Какую тайну нам удалось выведать у самого Николая? У него как бес вселился в это время. Все, сглазили, пора было и так далее. Очень плохая женщина была. Вы имеете в виду ведьму, что ли? Погрудаю, как медленно умирает мой сын. У меня нет сил, это мой последний шанс. Вы полагаете, что все-таки она ушла к другому, у него появился другой? Паня Наталья, ваш супруг нам рассказал, что вы обошли всех врачей, как я уже сегодня сказал, не по одному кругу, и никто из этих специалистов не поставил вашему сыну диагноз. Был предполагаемый диагноз. Что это? Один диагноз был от гастроэнтеролога, рефлюкс, эзофагит. Но причину рвоты они с этим никак не согласовывают. То есть диагноз отдельно, а рвота это отдельно. Так, а второй диагноз? Второй диагноз, тоже под большим-большим вопросом, нам поставили в Харькове, эписиндром. То есть эпилепсия, что ли? У нас было говорено, что это не эпилепсия, ни в коем мере. Но так как люди не знают, что это такое, будем считать, что это эписиндром. Я так думаю, что просто врачи не хотят брать на себя какую-то ответственность, да, за какой-то определенный диагноз, поставленный ими, а потом, что если вдруг что-то выявляется другое, они просто как бы умывают ручки, как бы мы ничего такого не говорили. Поэтому они поставили такой вот как бы... Ну, то, что они знают, то они поставили. Так с чем связывают эту загадочную болезнь наши специалисты, которым мы показали Николая? Действительно ли на состояние Николая, на его тошноту может влиять луна? И что удивительно из детства нам удалось выяснить во время расследования. Знаете, сейчас я хочу пригласить следующего нашего гостя, вернее, гостью, которая считает, что причина болезни Николая вовсе не луна. Причина вполне конкретном человеке. Давайте-ка выслушаем ее поподробнее. Встречайте, Надежду. Добрый день. Прошу вас вот сюда, Надежда, кто по-вашему доводит Николая вот до такого состояния? Какая ваша версия? Пусть обижаются на меня, не обижаются. Но у меня такое мнение, кто-то что-то делает. Вы, знаете, предполагаете конкретного человека? У Маринной мамы в третьем поколении бабушка плохая сильно была. А Марина это... Жена... Николая. Жена Николая. Так вы подозреваете, что все-таки может быть? Возможно, это. Мы уже не знаем, на что подозревать. Внимание на экран. Надія Миколина Хрещена и двоюродная сестра его матери. Вона живет в том же месте, где и вся его родина, у Костянтиньевки. Тому знает Миколу с самого детства. Он очень хороший парень. Он все подделает. И уроки подделает, и накормит, и приготовит, пообирает все. Надія більшу частину життя пропрацювала медсестрою. Але каже, що з такими випадками, як у Колі, ніколи не стикалася. Женка дуже хвилюється за свого хрещеника. Вона боїться, що хвороба може прикувати його до інвалідного візка. Скорая приїхала. Його забрали, винесли на простынях. Он был вообще без сознания, вообще без сознания. Чотири роки тому Надія стала свідком найтяжчого нападу у Миколи. Йому було настільки зле, що він не міг дихати. Але хрещену налякало не тільки це. Ще більше її вразила поведінками Коліної дружини. І чим вас так напугало поведення, Марина? Бо тому, що у мальчика в 6 часів він упав, потеряв сознання в 6 утра. Николай? Да, Николай упав. Ну, образно говоря, она переступила через нього. Она його на диван подняла, образно говоря. Она ушла на роботу і позвонила матері вже. Тобто, она не пыталась как-то помочь ему? Нет, нет, она ушла на роботу. Остался ребёнок. Может быть, она спешила? Остался папа. Ну, с работы она уже только позвонила о том, що плохо Колі. А она вызвала врача? Нет, нікого абсолютно она не вызвала, ні скорой, нічого. А потом позвонила родителям, начало 8 часов, що Колі плохо. Спустя 2 часа? Да. И его, если врачи приехала скорая, сказали, немножечко приехала скорая, сказали, если бы ещё немножко, всё. Три скорой було, представьте. И они сказали, вы не ту машину вызвали, наверное. Получается, что Николай был тогда при смерти? Конечно, ребёнок был при смерти. Ещё минут 15-20 его привезли, начали. Вот привезли его в больницу. Вот что там было? Вот помогите разобраться. Его положили. И когда Коля, папа, пошёл в аптеку за лекарством, малый был при смерти, лежал вообще без сознания. Он схватывается, бежать, кричит криком, разбрасывает всех. Мама его держит, еле-еле, его еле-еле удержали. Его уложили. Что это может быть? Вот скажите, пожалуйста. Не знаю. Вот скажите, что у него как бес вселился в это время. А врачи что говорили в этот момент? Ну, тоже пианией ему говорят. Скажите, а когда Николая забрали в больницу, жена Марина приходила к нему? Ну, я сидела с папой. Папа сидел ночью. Я днём сидела двое суток. Я её не видела. Была, не была. Я днём её не видела. Может, после работы как-то. Я не видела её. Вы сказали, что у неё в роду по женской линии есть? Это у её мамы в третьем поколении уже бабка была плохая. Очень плохая женщина была. Имеется в виду ведьму, что ли? Да, да, ведьма была. Она была точно ведьма. И вы думаете, что Марина могла как-то унаследовать эти свойства? Нет, может, не Марина. Может, она не виновата. Ну, понимаете, Лёш, ну мы не можем. Мы уже не знаем. Ребёнок... Да. Мы не знаем, что делать. Надежда, подождите. Это страшно. Это когда ребёнок лежит и умирает. Смотрите, классический путь человека, который не может решить вопрос. Вы говорите не первый раз о том, что в третьем колене бабка, там ведьма и всё остальное. Хорошо. Так почему тогда вы не обращаетесь в нетрадиционную медицину, которая очень многим людям помогла? В Харькове нам сказали, ищите нетрадиционные методы. А, уже врачи прямо откровенно сказали. Да. Ого. Да, я по Константиновке, я узнала во всех церквях. У нас вычетки нет. Звонила я в Почаевскую лавру. Там есть вычетка. Есть вычетка в Киево-Печурской лавре. И в Светогорском монастыре. А когда вы говорите вычетка, что вы в Киево-Печурской лавре имеете? Ну, экзорцизм. Изгнание беса, как говорят. Беса, да, как говорят. В общем, к нетрадиционной медицине вы не обращались за 9 лет, да? Мама говорит, я 9 лет, месяц за месяц наблюдаю, как медленно умирает мой сын. Вот именно. За 9 лет можно. И ничего конкретного не было сделано. И ничего конкретики нет. То есть, получается, выживаем скорую, покупаем лекарства, ничего. Не наезжайте на родителей. Ситуация реально безвыходная. Люди не знают, что делать. Естественно, мы были и у бабушек, и у дедушек. Знаете? Были, да. И мы хватались за все. Мы хватались за все. И какие причины называют те специалисты? Кто что скажет, мы за все хватались. Вот ухватились за вас. Вы ухватились за нас. Знаете, мы тоже подключили специалистов. И специалисты наши пришли к выводу, что знают, в чем причина такой вот беды Николая. Мы только будем Богом молить, чтобы благодарить за то, что вы поможете. Итак, крестная Николая предполагает, что причиной таких вот приступов нашего главного героя может быть причастна и его бывшая жена. Но действительно ли тошнота может быть связана с отношениями? Что, собственно, нашли в организме Николая наши специалисты? И от чего на самом деле Николая может тошнить на полную луну? Ну, она любила меня. Почему? Она собрала вещи свои и ушла. Любящая ваша жена. Как это вообще происходило? Какая детская травма? Я не могу сообразить. На гастроскопии мы обнаружили... А что-то еще в желудке, доктор, вы нашли? Значит, вы подозревали, что, возможно, Марина к этому все-таки имеет какое-то отношение. Может, его родители не хотели, чтобы Коля с ним... Ну, не знаю. А родители были против? Не знаю я. Я с ними не общалась. Но ведь они прожили 9 лет? Да, прожили 9 лет. И вот из ваших наблюдений, какое было отношение у Марины, у родителей Марины к Коле, к Николаю? Ну, ходили в гости. Здрасте, до свидания. Они ушли. Они жили отдельно. У него квартира. А они общаются? Ну, как? Да, в гости. Ходят и уходят. Подождите, так получается, что после разрыва все-таки Николай общается с Мариной? Она приходит. Она приходит. Ребенок ходит рядом в школу. То есть она одна приходит без ребенка, вот просто в гости? Это бывает очень редко. Ребенок, да, с ребенком он очень любит. И Марину он очень любил. И она у него была первая, и он у него был первым. А с родителями мы не общались никогда. У нас произошла конфликтная ситуация в самом начале, поэтому мы не общались никогда. Все 9 лет вот оно такой вот худой мир был. Скажите, а почему, как вы думаете, ушла Марина? Может, не хочет жить с больными. Может, нашла кого-то другого, встретила себе. Вы полагаете, что все-таки она ушла к другому, у нее появился другой? Разговоры идут, а там кто его знает? Мы приглашали жену Николая сегодня к нам в студию, но Марина отказалась приехать. И причин никаких не назвала. Она просто перестала брать трубку. И когда мы пришли к ней домой, то Марина просто не открыла нам двери. Но все равно как-то странно. Можно было бы хотя бы пообщаться. Даже если ты не хочешь жить с ним, никто не заставляет, но ты пообщайся. В любой ситуации нужно оставаться людьми. Вот я не могу осудить Марину. Что там у нее? Может быть, у нее случилась большая любовь. Может быть, ей, извините, надоело смотреть на эти миски с рвотой. Я не могу ничего сказать. А какие отношения родителей супруги с вашим сыном? Ну, не важно. Вот, может быть, вопрос заключается не в жене, а вот в родителях жены. Вот, может быть, оттуда идет. Жена, ну, все-таки 9 лет, но не могут просто так 9 лет вместе жить. То есть, как я вижу из гороскопа нашего героя, на него очень большое влияние, причем подсознательно. Он даже этого не осознает. Сам оказывает мама и оказывает жена. И при этом это влияет действительно на его здоровье. Я посмотрела по управителям домов. То есть, дома – это сфера жизни в гороскопе. И действительно это так. При этом, как именно влияет, я не могу сказать, потому что астрология – язык символов. Тут нет конкретных картинок. Что касается порчи, мне кажется, что в нашей культуре это всеобщая норма. Не можешь найти причину, все, сглазили, пора было и так далее. Может быть, причина вообще в самом человеке, в его психике, а не в каких-то бабках. А какая ваша, кстати, версия, уважаемые наши телезрители? Оставьте, пожалуйста, свои мнения, мысли на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. Вот уже 9 лет молодой мужчина каждый месяц страдает от мучительных приступов рвоты. Выпьет. Возможно, порчет. Слабый и ничего не может делать. Ничего, ничего. Лежит и все. Болезнь полностью сломала его жизнь, в том числе и личную. Жена вот три месяца как ушла. Бросила его. Ну, считайте, что так. Однажды от приступа он едва не умер. 30 лет и так себя чувствовать, как, ну, я жирю на 70, понимаете, стариком. Родители полагают, что причина этой болезни может крыться и в полнолунии. Но что на самом деле происходит с нашим главным героем? Наши специалисты, которых мы подключили к расследованию этой истории, уже знают разгадку. Можно ли вылечить нашего главного героя? Николай долгое время не решался ехать к нам на программу, потому что его проблема, с которой он сталкивается, с которой он живет последние 9 лет, очень специфическая, деликатная. И даже когда мама Николая, пани Наталья, написала нам письмо, он был против участия в этом разговоре. Но потом Николай сам позвонил и сказал, я готов. Выходите, Николай. Прошу вас. Николай, почему вы долго не соглашались говорить о своей проблеме, но в итоге приехали к нам? Николай, почему вы не знаете, что у меня нет сил. Это мой последний шанс. Мне иногда даже мысли такие бывали, что и жить уже не хочется. Даже так? Ну да, потому что настолько плохо становится, что... Вы жутко устали? Да, да. Внимание на экран. Найбільше Миколина мрея – жити нормальным життям. Без болю та нудоти. Человек каже, что согласен на любую методику лечения, только бы она помогла ему. Он даже погоджался ездить до ворожек и знахарок. Все это, оно, ну, разрушает мою жизнь. Мне тяжело это все переносить. Иногда мысли появляются, что, ну, даже уже и жить не хочется. Но и до сих пор нет методика не подъяло. Наоборот, с каждым разом его состояние только погрешается. Человеку даже удивить страшно, что происходит с его внутренними органами в период нападения. 30 лет, и так себя чувствовать, как, ну, я живу на 70, понимаете, стариком. Микола уже втомился от собственной беспорадности. Человекові прикро, что он такой молодой, змушенный большую часть жизни проводить в муках, когда каждый новый напад ему кажется последним. Он боится, что одного раза просто не выдерживает. Как часто вас посещают эти мысли о... Когда уже очень плохо становится, тогда бывает, надоедает уже все. А вы сами-то как думаете, какова причина вот этих ваших приступов? Я как-то, ну, не верю в это. Я не замечал, чтобы я там лунатизмом страдал каким-то или что-то. То есть я не знаю, честно, что это такое. Но вы полагаете, что это все-таки заболевание какое-то? Да. Или это... Я думаю, что заболевание. Потому что мы сегодня услышали разные версии, в том числе и вроде как и порчи, и приворот какой-то, или еще что-то такое. Я, ну как, я не думаю, что это порча. Но все может быть. Мы ездили по бабкам там, и лечили, и вышептывали, и выкатывали яйцом. Не помогало все это. Да, ничего не говорили. Опишите, пожалуйста, что вы испытываете, вот когда начинается этот приступ. Опишите, пожалуйста, свое состояние. У меня пропадает аппетит полностью, абсолютно слабость, сонливость. Мне постоянно хочется пить, позывы рвоты у меня. У вас что-то при этом болит? Да, у меня верхняя часть желудка болит. Там прям такая боль. Вот как тянет, вот так вот. То есть постоянная такая тупая боль, изматывающая. Ну, это было с первых, вообще с первого мгновения, как вам стало плохо? У вас всегда такое состояние? Да. Вот только после многих предотвучений, вот у вас вот сейчас такое состояние? Первые разы, вот когда у меня только еще начиналось, ну мне как-то было, ну, легче переносить. Вот, а потом уже, ну, чаще-чаще эти приступы начались, и, ну, я уже понимаю, что я не восстанавливаюсь, ну, должным образом между приступами. Правильно, потому что вот человек много пьет. Вопрос в чем? Почему жажда? А что вы едите вот в тот месяц, когда у вас нет этого приступа? Как обычно все. Например, можете назвать? Ну, борщ, суп, там, плов, ну, все что угодно, все что готовлю обычно. Вы придерживаетесь каких-то диет, к примеру? Нет, нет. То есть вы себя ни в чем не ограничиваете? Я, у меня к Николаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы помните вообще первый раз, когда у вас все это произошло, что происходило в это время? Вот что, какая ситуация была? Какие-то, ну, может быть, стресс какой-то у вас был? Ничего не было, никаких таких. Просто так резко началось, не с того, что вы ругались с женой, может быть? Нет. Может быть, какие-то у вас отношения были, конфликты какие-то, на работе что-то было? Нет, все нормально было. А в ночь тебя нормально спали? Сны нормально и сныилась? Ну, как бы, вроде да. Я особо не помню, это было уже... А первый приступ после рождения ребенка произошел? Да, наверное. В октябре месяце, по-моему. Ну да, значит, в августе же появился. Да, в августе у вас малыш появился. Ну вот, значит, спустя два месяца. Какое у вас было состояние тогда, когда вы узнали о том, что ваша жена беременна и что она будет рожать ребенка? Ну, сначала, конечно... Стресс? Подиспугался, да. Ну, а потом нормально, рад был. И когда родился малыш, вы были безгранично рады и счастливы. Да. Тут, наверное, собственно, все же таки самого человека, то есть, насколько он восприимчив, насколько... Его психика... Да, насколько готов, его вообще, как бы, понимаете, как можно быть радым визуально, а вот внутренне и разум своим человек может быть к этому просто не готов. Да, вот поэтому я хотел бы все-таки припомнить тот самый первый день. Давайте попытаемся его вспомнить. Вы гуляли с Крестником, с Богданом. Вот. Ваше настроение было хорошим? Да, было нормально. Вы не волновались? Не было никаких причин? Да. Вы гуляли в парке? Ничто вас совершенно не беспокоило и не портило вам настроение? Все отлично было. Вы погуляли с племянником и пришли домой, и вам стало плохо? Да, да. Но неужели у вас, Николай, за 9 лет не появилось ни одной версии, почему это с вами происходит? Я не знаю. Я склоняюсь, вот у меня основное заболевание – генномочная дистрофия. Может, как-то оно влияет на меня? Я не знаю. Скажите, а вам с женой хорошо жилось? Ну да. Вы ее полюбили? Вы любили свою жену? Любил, любил. А может быть, это ревность и привлечение внимания? Ну, вот очень ревнуете вы к ребенку? Нет. Нет? А вот послушайте, а как вы познакомились? Вы можете рассказать историю знакомства? Познакомились мы на курсах на компьютерах. Мы учились вместе. Она сидела прямо передо мной. Хлоп, голову подняла, она что-то повернулась ко мне. Как бы такое прояснение. Да, она повернулась ко мне, что-то попросила. Ну и все, я влюбился. Сразу же? Да. А кто сделал первое предложение? Я. Вы. Через сколько? Через два года. Через два года. А она сразу его приняла? Ну да. Вы ее полюбили сразу же, да, Марину-то? А Марина вас? Ну, я надеюсь, что тоже. Но почему тогда однажды, когда вам стало плохо, вы потеряли сознание, Марина ушла на работу и сообщила о том, что вы лежите при смерти только через два часа. И если бы она позвонила на 15 минут попозже, вас бы вообще уже не было здесь в этой студии. Я не знаю, почему. Вы думаете, что это любовь? Не знаю. Да нет, я думаю, ну, она любила меня. Но вы были счастливы в браке. Да. Ну, вот насколько, что в вашем понимании любить? Вот что в вашем понимании любить? Ну, мы понимали друг друга. Целует, она вас любит, она вам говорит, насколько она, насколько вы красив, насколько я хочу быть рядом с тобой. Не, ну, таких фразы она мне не говорила, но я ж говорю, ну, мы понимали друг друга. Нам было... Ну, я вас тоже понимаю, и вы меня понимаете. Нам было хорошо. Алексей вас понимает, все понимают. Любовь, это другое, да. Это нужно вот с всеми своими фибрами, понимаете, как чувствовать, что она вас любит. Я не согласен с вами. Любовь не обязательно проявлять словами. Я вот это именно говорю. Пане Микола, если бы она вас любила, она так вас бы не кинула, когда вам погано. Вот ваш тату, видите, мама уже 10 лет не видит, а он под ней, и с какой нежностью он на ней и смотрится. А она пошла, когда вы в тяжкую годину, минуту, ну, у вас просто криза, и она вас лишила. Но ситуации тоже бывают разные. Ситуации бывают разные. И потом, он до сих пор любит. Вы посмотрите, вот. И для него действительно, для Николая, это исключительная боль, что бывшая супруга так поступила. И это факт. А что она вам сказала вообще, Алексей, простите, а что она вам сказала? Почему она ушла? Почему вот она собрала вещи свои и ушла? Любящая ваша жена. Как это вообще происходило? Вот когда это произошло? Да, ну, поскандалили сначала. Скандал был, Леша? По поводу чего? Да, скандал вообще, в общем-то, там, такое, да, бытовое. Это из-за ребенка. Она его там на улицу не отпускала, я за него заступился, она вспылила. Вот такое. А часто вот это происходило, кстати? Нет. Нет. Мы не часто ссорились. Ну, я вам хочу сказать, что любовь, она не умирает за один день. Мы услышали, да, скажем, в кавычках, обвинительный переговор Марине. А где же мнение Марины? Где же мнение с другой точки зрения? Откуда мы знаем, как наш герой вел себя в браке? И, может быть, у жены были веские причины уйти, потому что я скажу, что после 9 лет инстинкт безопасника мешает разойтись в один момент. Обычно человек принимает это решение очень осознанно. Каждый человек имеет свою правду. А если она одна, мы видим только одну сторону. Поэтому... Но, к сожалению, мы с удовольствием рады были бы видеть в этой студии Марину, и мы приглашали ее еще раз повторить. К тому, что не нужно обвинять женщину, когда мы не знаем всей картины. Это абсолютно точно. Итак, приступы рвоты настолько измучили нашего главного героя, что он начал думать о суициде. Для того, чтобы пережить эти самые приступы, Николаю приходится выпивать за ночь по 40, по 50 литров воды. Но почему наш психолог полагает, что это причина из детства? Настолько плохо становится, что жить уже не хочется. Вопрос в чем? Почему жажда? Может быть, у жены были веские причины уйти? Это агрессия, которая блокируется. Тут уже настолько запущенная форма. То есть получается, что у вас есть ответ на сегодняшний наш вопрос? Николай, скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу полной Луны? Вы вообще это никак не связываете? Признаться, когда мы отвели Николая к специалистам, то совершенно не знали, чего ожидать. Но когда мы услышали выводы специалистов, то удивились еще больше. О чем они нам рассказали? Давайте же узнаем. Пожалуйста, встречайте гастроэнтеролога Оксану. Прошу вас вот сюда. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, случай Николая в вашей практике уникален? Да, с такими уникальными жалобами впервые. Вы ведь, надо полагать, установили причину. Ну, не совсем так, я бы сказала. Ага. Так, но вы смотрели ведь самый главный орган, который отвечает за тошноту, насколько я понимаю. Желудок. Совершенно верно. Да. Итак, Оксана, что вам нужно было узнать в первую очередь? Так как у него такие циклические рвоты, рвоты могут быть связаны или с заболеванием желудочно-кишечного тракта, или рвоты бывают центрального генеза, поэтому изначально, конечно, мы проверили желудочно-кишечный тракт и сделали пациенту гастроскопию. И что вам удалось обнаружить? На гастроскопии мы обнаружили грыжу, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс изофагит и 2D на гастральный рефлюкс. Я немножко расскажу, чтобы было более понятно. Прямо напугали этим названием. Ну, на самом деле, не так всё страшно. Значит, что касается грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, то есть есть мышечный пласт, который отделяет грудную полость от брюшной. Диафрагма имеет отверстие, в которое проходит пищевод. И при повышении внутрибрюшного давления, часть, то есть если он кушает, например, или у него есть позыв рвотный, часть пищевода и кардиального отдела желудка выходит в грудную полость. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит здоровый желудок и как выглядит желудок с грыжей. Внимание на экран. Вот с левой стороны желудок в норме, и вот грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Так всё-таки, доктор, а она, эта грыжа, может стать причиной рвоты этих приступов ежемесячных? Скорее наоборот. То есть эта грыжа могла, рвоты могли стать причиной грыжи, как фактор могли стать, а могли и нет. Эти грыжи могут быть и врождённые, и приобретённые. Ага. А эта вот штука вообще опасная? В данной ситуации то, что мы обнаружили, нет. А её нужно как-то оперировать? Нет, эту грыжу не нужно оперировать, достаточно консервативной терапией. Ага. А что-то ещё в желудке, доктор, вы нашли, что могло бы вызывать тошноту и вот эти вот приступы у Николая? Нет, больше ничего. То есть желудок здоровый? Есть грыжа, есть рефлюкс, эзофагит, совершенно да. Подождите, а что показало обследование других органов? Значит, мы сделали УЗИ брюшной полости, где тоже не обнаружили никаких структурных изменений. Также были проведены доплер сосудов головы и шеи и эхо, эхо делали, сердце, да. Вот. Всё, что мы успели обследовать, да, ну, не вызывает никаких опасений. То есть, подождите. И мы не можем связать данные, которые мы... Приступы с состоянием организма Николая. То есть, он здоров? Ну, если так можно сказать, в принципе, да. Да, по тем анализам и исследованиям, которые вы сделали, Николай здоров. Но тогда в чём может быть причина? Причина может быть в психоэмоциональной сфере. Такая цикличность не очень присуща гастроэнтерологии. Видите, у него есть какие-то предвестники, у него усталость появляется, вялость. Он там начинает спать, и он говорит, что и я знаю, что это начнётся. Да. Поэтому, исследуя нашего главного героя, конечно, мы подключили ещё и психолога. Сейчас в эту студию выйдет человек, который уверен, что дело не в медицине. Почему 9 лет наш главный герой страдает от этих жутких приступов, которые вымотали и его, и его семью. Встречайте, пожалуйста. Даниил. Здравствуйте всем. Пожалуйста, Даниил. Вы практикующий психолог с огромным опытом работы. Насколько сложный случай у Николая? Ну, в случае не сколько сложный, сколько интересный. В принципе, схема очень простая. Очень простая, но я же говорю, запутанная. И вот таких реально жёстких случаев у меня ещё не было. Но, в принципе, тут чисто психосоматика. Какая, объясню позже. Ага. Скажите-ка, пожалуйста, как вы работали с Николаем? Метод глубинного поединческого анализа. Это что такое? Я просто читал рефлекторные реакции на мои провокационные вопросы. Например, что такое болезнь? И считывал, как психика закодировала болезнь. Что такое здоровье? Считывал, как психика закодировала здоровье. Считывал, какие есть ресурсы в подсознании. Ну и, соответственно, сканировал, что послужило триггером, то есть спусковым крючком для первоначальной первой реакции. И, в принципе, всё выложилось в очень стройную картину. То есть получается, что у вас есть ответ на сегодняшний наш вопрос? С учётом того, что фаник гастроэнтеролог показал, что всё, все анализы в порядке, тут ответ стопроцентный. Так где надо искать начало болезни Николая? У Коли было 8 лет. Тогда у Коли впервые произошла рвота. И мама довольно-таки правильно, по-тёплому на неё отреагировала. Мама по натуре сдержанная, холодноватая. У Коли возникла в подсознании реакция. Рвота, бестовая болезнь, мамина забота. Эта реакция спала. А когда возникла эта рвота, почему она, из-за чего она возникла? Ну, тут 8 лет накануне Нового года. То ли шоколадо я переел, то ли что-то такое. Так, то есть вы переели шоколадо, и у вас началась рвота. Ну да, мне плохо было. Что мы видим? Эффект рвота, забота мамы. Оно накапливалось в подсознании. Пока Коля взрослел, оно уходило в подсознание всё глубже и глубже, и до какого-то момента спало. Вот. Коля вырос. Коля женился. Дальше что произошло? Заметьте, рвота. Первый приступ рвоты начался через сколько месяцев после свадьбы? Через полгода. Вот, через полгода начинается рвота, неконтролируемая рвота. Жена какая? Вот мы все здесь слышали, Коля плох, Коля потерял сознание, жена переступила, пошла на работу. Это какая реакция? Инфантильная, ярко вырженная инфантильная реакция. То есть жена сама ещё ребёнок. А Коля какую реакцию выдал? Инфантильную тоже, без того болезни. И получилось что? В браке два больших ребёнка. Вот, у Коли, чтобы привлечь внимание жены, чтобы привлечь её любовь, чтобы привлечь её заботу, возникла старая мамина реакция, бегство болезни. Но жена не отреагировала на это. Даниил, но всё ведь гораздо глубже, потому что сегодня мы услышали, что ситуация у Николая действительно крайне запущенная. Крайне запущенная. Плюс ко всему этому ещё. В процессе исследования, вот, говорю, ну нарисуй Коля. Рисунок моя проблема. Коля очень долго рисовал, заметьте, всё вот эти вот жесты. Вот, вот, вот. Вот как сейчас. Да, блокировка, постоянно самоблокировка. Он блокирует свои эмоции, свои страхи. Во время всего этого был вот этот характерный жест. Это что? Это агрессия, которая блокируется. Итак, Коля родился боец, который в процессе воспитания вынужден был это всё блокировать. Оно копилось, копилось дополнительный бонус к тем реакциям деструктивным, которые уже были. Агрессия копилась, копилась. У некоторых это подавленная агрессия выражается в эпилептических припадках. У некоторых это подавленная агрессия выражается потом в панических атаках. А у Коля это пошло через рвоту. Он рос в любящей семье. Нормальная, да. Отчего он защищался вот так всё время, как вы показываете? Его не били, он был накормлен, каждый год на море лихал. Правильно, правильно, правильно. Пождение за ту доброту, которую он получал. Им говорили, будешь хороший, всё будет хорошо. А родился лев. Нет, нет. Никогда мы детей на это не ловили. Никогда. Он в любви рос и знал порядок. Правильно, правильно. У нас это было всё на доверии. Правильно, правильно. Он знал порядок. Что такое? Вот порядок, вот порядок. Это нормальная реакция родителей защищаться. Когда родителям говоришь, что у ребёнка есть детская травма, это всё, это сразу же, да нет, мы же хорошие, да вы хорошие. Да родители тут вообще не было. Подождите, а какая детская травма? Я что-то не могу сообразить. Детская травма, это имеется в виду, что... В чём это выражается? Это выражается в том, что у психики Николая, сформулировалась вот эта связка, что когда он ему плохо, он получает вашу заботу. Это не означает, что вы не были заботливой матерью. По вашему заключению, тогда, значит, после первой этой рвоты в 9 лет, мама так отреагировала, ну, как подобает любой маме любящей. Да, всё правильно. И Николаю это понравилось, и это у него закрепилось в голове? Под сознанию понравилось, и подсознание всегда идёт по самому короткому пути. И до 21 года это больше никогда ни в чём не проявлялось. А почему это проявилось уже после вот женитьбы? Был какой-то катализатор, скорее всего. Мужчины выбирают жён по типу мамы. По типу мамы. Вот. Но жена оказалась какой? Тоже инфантильной. Холодноватой тоже. И чтобы привлечь её заботу, Коля смоделировал, снова бег, столба, лезнь. Началась рвота. Тут уже настолько запущенная форма, 9 лет. Я вижу Наташу настолько такие вот, знаешь, вот, ну, очень правильные родители. И я не понимаю, как это может быть, психосоматика до такой формы. Да, ребёнок требует заботы. Иногда он может манипулировать. О чём говорил сегодня Артур, когда ему нужна вот эта вот любовь. Но такая манипуляция, да, в 21. Дело в том, что я так думаю, я не медик, но я думаю, что за то время, когда Коля женился, и до того времени, когда начались приступы, я думаю, что они... Он ещё не понял, какая у него жена. Заботливая, незаботливая, плохая, хорошая. Тогда была любовь, и всё было прекрасно. И ничем тогда жена не уступала маме. Она так же заботилась и любила, как и я. Если бы это произошло через 5-6 лет, другое дело. Но если это произошло буквально через полгода, извините. Мы ведь с вами, мы с вами можем только догадываться о том, что происходило за дверями их семьи. Что переживал сам Николай. Мы ведь не можем быть уверены в том, что он вам полностью открывал свою душу и говорил о своей боли, которую он переживает. А может быть, действительно Марина позволяла себе такое, что делала Николаю больно. Ведь может быть такое, вполне. Раз она однажды переступила через него, то вполне возможно, что когда-нибудь она всё равно сделала ему больно. Пусть походя, пусть совершенно неосознанно. Но такое бывает. Я понимаю, что версия психосоматики, она может звучать фантастически для родителей. Но как это 9 лет, какое внимание, о чём вы тут, ребята, говорите? И при этом, чтобы решить проблему, мы должны пробовать разные способы. Даниил, вы можете что-то предложить Николаю и как-то вот помочь нашему главному герою? Тут надо терапию разделить на два блока. Точнее, не терапию, а психооррекцию. Да. Первый блок – это взращивание внутренней подсознательной инфантильной реакции. То есть детское состояние переводится во взрослое. Вот, это гипнотическая работа. И второй вариант – бокс. Бокс. Зал, заходишь и лупишь, 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 нейтрализуя вот эти вот замкнутые реакции. То есть агрессию нужно выплёскивать? Без вариантов. Ну, это яд. Значит, попробовать бокс, ну или там спортзал просто… Не попробовать, я сразу скажу, его будет выворачивать. Он будет бить, его будет выворачивать, надо продолжать. Почему выворачивать? Потому что много скопилось. Выворачивать имеется в виду, что? Рвота. Тошнить будет? Конечно, бить. Так, значит, груша, обязательно груша. Никаких прыжков с парашютом, обязательно груша. Почему? Потому что именно агрессия подавленная была. Так, второй, значит, гипноз. Гипноз – это, наверное, дорогое удовольствие? Да я это сделаю, тут с ножей. А, да сделаете. Конечно. Отлично. Значит, сделаете. Супер, супер. Николай, вы хотите это попробовать? Ну, конечно. Потому что это вот всё теперь сейчас уже нужно использовать. Потому что, действительно, ситуация доведена уже до предела. Измотаны все. И главное, что, конечно, хочется, чтобы вы хотя бы улыбались и... А можете ручки распрямить? Конечно. Вот так, заметьте. Вот, отлично. Смотрите, как здорово. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать. И мы спасибо, что вы с нами. Пока. Голос Kisly Пампера Смех. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ